Выискивание недостатков у братьев по вере Однажды пророк, поднявшись на минбар, громко возгласил «О вы, которые уверовали на словах, но в чьи сердца не проникла вера, не причиняйте вред мусульманам, не упрекайте их и не выискивайте их недостатки. Кто бы ни искал недостатки брата-мусульманина, Всевышний Аллах ищет недостатки его самого, а тот, чьи недостатки выискивает Аллах, будет разоблачен, даже если спрячется в своей комнате. Однажды ибн Умар, да будет доволен им Аллах, повернувшись к Аабе, молвил «О, как ты велика, и как велико твое достоинство! Но верующий пред Всевышним Аллахом по достоинству выше тебя! Подумайте же, люди, как можно унижать и считать презренным верующего, достоинство которого пред Аллахом так велико!» Ибн Мас'уду, да будет доволен им Аллах, указав на некого человека, сказали «С его бороды капает вино, имея в виду, что он пьян!» Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, ответил «Нас предостерегли от выискивания недостатков людей, мы будем исходить только из очевидного!» Пророк, алейиссаляту ассалям, сказал «Кто заметил недостаток брата по вере и скрыл его, тот подобен человеку, который вернул к жизни заживо похороненного ребенка, то есть он получит вознаграждение, как спасший его!» В ночь Вознесения пророк, алейиссаляту ассалям, увидел группу людей с медными когтями, коими они раздирали себе лица, груди и тела. Когда пророк, алейиссаляту ассалям, спросил Джабраил, алейиссалям, что это за люди, тот ответил «Это те, которые ели плоть людей, то есть злословили о людях в их отсутствии». Ангел Джабраил, алейиссалям, сказал посланнику, алейиссаляту ассалям, «Если бы мы совершали поклонение на земле, то мы бы придерживались трех деяний. Во-первых, давали бы воду мусульманам. Во-вторых, помогали бы людям, имеющим большую семью. В-третьих, скрывали бы ошибки и прегрешения мусульман, то есть не придавали бы их огласки». Обратите внимание, братья по вере, как важны эти три деяния. В наше трудное время, когда вокруг безработица, оказание помощи простому человеку, у которого большая семья, на мой взгляд, является особенно важным. Но люди не придают этому значения. Сиротам, например, люди и сами додумываются помогать. К тому же для них не является постыдным просить о помощи в безвыходном положении. Чиновникам удается присваивать что-то из государственного имущества, они и зарплату получают, разбойники грабят, обворовывают дома и отнимают чужое, убивая людей. А что делать остерегающемуся всего этого истинному богобоязненному верующему, главе многодетной семьи?